Господи, Господь наш, я точу на имя Твое по всей земли, я бы взялся в великолепие Твое, приливы и решенье без. Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня 1 июля, понедельник, и Церковь в этот день предлагает нам к нашему назиданию и для нашего внимательного рассмотрения отрывок из послания апостола Павла к римлянам, глава 7, стихи с 1 по 13. И вот как звучит этот отрывок в русском синодальном переводе. «Разве вы не знаете, братья, ибо говорю знающим закон, что закон имеет власть над человеком, пока он жив? Замужняя женщина привязана законом к живому мужу, а если умрет муж, она освобождается от закона замужества. Посему, если при живом муже выйдет за другого, называется прелюбодейцею. Если же умрет муж, она свободна от закона и не будет прелюбодейцею, выйдя за другого мужа. Так и вы, братья мои, умерли для закона телом Христовым, чтобы принадлежать другому, воскресшему из мертвых, да приносим плод Богу. Ибо когда мы жили по плоти, тогда страсти греховные, обнаруживаемые законом, действовали в членах наших, чтобы приносить плод смерти. Но ныне, умерши для закона, которым были связаны, мы освободились от него, чтобы нам служить Богу в обновлении духа, а не по ветхой букве. Что же скажем? Неужели от закона грех? Никак. Но я не иначе узнал грех, как посредством закона. Ибо я не понимал бы и пожелания, если бы закон не говорил. Не пожелай. Но грех, взяв повод от заповеди, произвел во мне всякое пожелание, ибо без закона грех мертв. Я жил некогда без закона. Но когда пришла заповедь, то грех ожил, а я умер. И таким образом заповедь, данная для жизни, послужила мне к смерти. «Потому что грех, взяв повод от заповеди, обольстил меня и умертвил ею. Посему закон свят, и заповедь свята, и праведна, и добра. Итак, неужели доброе сделалось мне смертоносным? Никак. Но грех, оказывающийся грехом, потому что посредством доброго причиняет мне смерть, так что грех становится крайне грешен посредством заповеди». Итак, дорогие братья и сестры, мы с вами продолжаем чтение послания апостола Павла к римлянам. Глава 7, стихи с 1 по 13. И в сегодняшнем отрывке апостол Павел обращает наш взор на более конкретные примеры. Примеры взаимодействия и отношения закона и нашего спасения, закона и греха. Сначала апостол Павел говорит нам о... обращается прежде всего к знатокам закона. Это первый стих 7 главы. «Разве вы не знаете, братья, ибо, говорю, знающим закон, что закон имеет власть над человеком, пока он жив? Замужняя женщина привязана законом к живому мужу». И здесь дальше апостол Павел говорит о том, что замужняя привязана законом к мужу, покуда он жив, но как только умирает муж, рушится эта связь закона. И если она при живом муже выйдет замуж за другого, она называется прелюбодейцею, а если умрет муж, то она свободна от закона и уже не будет являться прелюбодейцем, выйдя за другого мужа. Это очень наглядный пример. И этот пример из практической жизни, и он относится, можно отнести его к примеру, из правоприменительного порядка, из правоприменительной практики. И апостол Павел приводит, переносит как бы этот пример из практической жизни на ситуацию уже новозаветную. «Так и вы, братья мои, умерли для закона телом Христовым, чтобы принадлежать другому воскресшему из мертвых, да приносим плод Богу». Иисус Христос умирает, и мы вместе с Ним умираем. Это очень важная аксиома христианского богословия. Ее не нужно доказывать, это реальность. И во Христе мы все умерли. В таинстве крещения, в погружении, в купель мы все умерли, так же, как и умер Христос на кресте. И поэтому мы уже не являем, не принадлежим закону. Но мы и рождаемся, и в этом смысле мы принадлежим этому другому. Другому – это Иисусу Христу. Теперь мы принадлежим не логике закона, а логике Христа. Это совершенно иная парадигма отношений человека и Бога, человека и закона, человека и греха. И как раз-таки апостол Павел настаивает на этом, приводя вот этот пример с женой и мужем, и свободой, и подчиненностью закону. Мы умираем, умираем вслед за Христом, в подобие смерти Его. И вместе с Ним и рождаемся, как бы воскресаем для жизни вечной. Но это рождение в подобие Его воскресения, так же, как и после нашей смерти, будет общее воскресение, и мы присоединимся к полноте этого воскресения. И будем приносить плод к Богу уже, а не закону. То есть мы уже напрямую называем Бога своим Отцом, у нас нет посредника закона, и приносим плод, уже работаем непосредственно для Бога, служим Богу. Ибо когда мы жили по плоти, тогда страсти греховные, обнаруживаемые законом, действовали в членах наших, чтобы приносить плод смерти. Итак, страсти действовали и работали, и плодом этой работы была наша смерть, так как страсти производили в нас грех, и плата за наш грех – это смерть. И, собственно говоря, мы жили по плоти, и страсти были обнаруживаемы законом. Грех был обнаруживаем законом, и дальше, в сегодняшнем отрывке, апостол Павел пытается и развивает эту тему, тему отношения закона и греха. И действительно, мы увидели с приходом закона, что мы греховны. И с приходом, парадоксально, с приходом закона, страсти стали сильнее нас обуревать. Почему? Дальше об этом говорится. «Но ныне, умерши для закона, которым были связаны, мы освободились от него, чтобы нам служить Богу в обновлении духа, а не по ветхой букве». Что же скажем, неужели от закона грех? Логический вопрос из этих рассуждений апостола Павла, что грех обнаружил в нас страсти, и они стали с большей силой нас обуревать. Мы начали больше обращать на них внимание и видеть их. Но теперь, когда мы умираем, мы свободны от этой борьбы. Мы умираем вместе со Христом и рождаемся в жизнь вечную в купеле Крещения. Таким образом, мы освободились от него, от зависимости, вот этой зависимости закона, получая дар благодати, дар спасения. И для чего? Для того, чтобы нам служить и ходить в обновленном духе, и жить не по ветхой букве, как говорит апостол Павел. И дальше, что же получается? Грех. Неужели от закона грех? Неужели именно законом появился вообще грех? Потому что логический вывод, тогда зачем вообще нужен был этот закон? Никак. Но я не иначе узнал грех, как посредством закона. Действительно, не было закона, и человек вообще не знал, что добро, а что зло. В нем был внутренний нравственный закон, написанный, но, как мы знаем из первых глав послания к римлянам, и этот закон человек не соблюдал. И таким образом апостол Павел говорит о том, что грех, взяв повод от заповеди, произвел во мне всякое пожелание. То есть грех реанимировался с приходом закона. Он стал усиливаться и извратил заповедь. И стал пользоваться заповедью еще для того, чтобы более и более овладевать человеком. Дьявол использовал заповедь для того, чтобы завладеть человеком. Но Христос разрушает этот порочный круг. И апостол Павел еще раз говорит, что закон свят, и заповедь свята, и праведна, и добра. Но это грех. Грех извращает заповедь и подставляет ее в неправильное отношение к нам и к Богу. И поэтому это всегда замкнутый порочный круг, который разрывает Христос своим даром своей любви, даром спасения, и своей жертвой, и воскресением. Итак, дорогие братья и сестры, будем молиться и помнить о том, что когда мы молимся, мы обращаемся к Богу. А когда читаем священное Писание, Бог с Его страниц обращается к нам. Всем радости о воскресшем Господе. И до новых встреч. Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое по всей земли, я бы взялся в великолепие Твое приемы и вишенье небес. Субтитры создавал DimaTorzok